Господа, сегодня обсуждаем рубрику «Забота о себе». Я подготовил 15 советов, связанных с уходом за собой, которые должен знать каждый мужчина. Совет номер один. Используйте водку, чтобы избавиться от запаха пота. Друзья, я имею в виду не пить водку, а нанести ее на вашу одежду. У вас есть пиджаки, свитера, которые вы не стираете каждый день после того, как надели их. Вы надеваете его снова, и через полчаса может появиться запах. Что же делать? В таком случае надо открыть ваш бар, взять водку без запаха и вкуса, залить ее в бутылку с распылителем и нанести на проблемные места. Алкоголь вступает в реакцию и нейтрализует неприятный запах. Это хорошо работает для быстрого эффекта. Если хотите более лучший результат, тогда возьмите бикарбонат соды или пищевую соду. Это не то же самое, что и мука для выпечки. Берете соду, смешиваете с водой, получаете пасту, наносите на проблемные места пиджака. Конечно, когда вы его не носите. День уйдет, чтобы все высохло. Затем надо соскрести соду. То же можно сделать и с ботинками. Второй совет. Помните про пищевую соду? Так вот, ее можно использовать вместо зубной пасты. Да, она не самая вкусная, но зато отлично делает свое дело. Совет номер три связан с прелыми промежностями. Когда у вас преют там, в области паха, у вас потеют друзья, и это доставляет дискомфорт. Что же делать? В большинстве случаев можно припудрить их чем угодно. Нет. Пользуйтесь Чессис. Я говорю о них уже два года. Это крутая компания. Они спонсоры сегодняшнего видео. Они специализируются на одной штуке, чтобы вашему органу было хорошо. Что мне нравится? Эта штука гидрофобна. То есть она не скатывается в пасту, когда вы ее наносите и выходите после душа или в течение дня. Она избавляет вас от прения, и это лучший продукт на рынке. Следующий совет. Если вы хотите иметь красивые ногти, не пользуйтесь ножницами или кусачками. Лучше возьмите пилочку для ногтей. Отлично работает, когда вы пилите ногти в одном направлении. Главное, чтобы они были сухие. Следующий совет. Мойте голову шампунем максимум два раза в неделю. Или когда волосы уже супер грязные. Почему не чаще? Потому что каждый раз, когда вы моете голову шампунем, вы смываете масла, и ваши волосы могут повредиться. Они могут стать тоньше. Могут начать плохо выглядеть. Могут начать плохо выглядеть и ломаться. Лучше этого не допускать. Следующий совет по уходу предусматривает, что вы не бреетесь во время душа. Поэтому старайтесь бриться, когда вы выходите из душа. Ваша щетина более мягкая, и вам не надо тратить время на ее подготовку. Вы можете сразу нанести крем для бритья, или масло до этого. Но вам не придется ждать 2-3 минуты, чтобы щетина размякла. Следующий совет. Вы решили побриться, но у вас нет крема для бритья. Что делать? Зайдите на кухню и возьмите масло для готовки. Его можно нанести прямо на лицо и побриться. Можно далеко не бегать и взять кондиционер для волос из душа. Бум, его можно также использовать для бритья. Окей, с утра не получилось побриться нормально? Не обошлось без порезов? Кровь течет там и тут. А вам предстоит важная презентация? Вам надо остановить кровь. Тогда возьмите бальзам для губ. Нанесите немного на порез и вперед. Следующий совет по уходу подбривай затылок каждую неделю. Эта часть всегда начинает отрастать быстрее, чем ты пойдешь снова в барбершоп. Конечно, я рекомендую ходить к парикмахеру каждые 3-4 недели, заранее записываться. Но бывает разное. Может ты в пути, или твой мастер занят в удобное тебе время. В таком случае, если ты бреешь свою заднюю часть шеи каждую неделю, твоя прическа будет выглядеть ухоженной в любом случае. Следующий совет для каждого мужчины, который отращивает бороду. Как избавиться от колючей бороды? Ребята, используйте кондиционер для волос, для своей бороды, когда она начинает колоться. Каждый бородач знает, что через неделю, две, три борода начинает закручиваться. То есть щетина, которую вы срезаете, она начинает расти обратно в кожу и раздражать ее. Поэтому надо применять кондиционер, чтобы он смягчал вашу бороду. Это поможет избавиться от колкости. Итак, далее совет о том, как быть с бровями. Особенно, когда с возрастом брови сходят с ума. Что делать с теми волосками, которые выбиваются и растут, как им хочется? Вы можете облизать ваши пальцы и пригладить эти брови, но это навряд ли поможет. Просто воспользуйтесь воском для укладки, и они будут держаться. Следующий совет, как избавиться от жирного блеска на лице. Вам надо сделать презентацию или встать перед камерой и светом. Вам не нужен этот блеск на лице, но салфеток нет нигде под рукой. Зайдите на кухню, возьмите фильтр из-под кофе и промокните лицо. Но смотря на себя в зеркало, вы заметили у себя прыщ. Что делать? Ни в коем случае не начинайте давить его своими грязными пальцами. Используй салфетки как разделитель между пальцами и прыщом, чтобы не занести инфекцию. Хорошо, давайте поговорим об этой дурно пахнущей спортивной сумке и как от этого избавиться. У вас наверняка в этой сумке есть косметичка со всеми принадлежностями. Откройте ее, достаньте брикет мыла, надеюсь вы его храните сухим. И пускай он болтается в сумке некоторое время. И вдруг ты заметишь, что сумка стала пахнуть лучше. Следующий совет связан с горячими местами на новых туфлях, которые пока еще не притерлись к вашей ноге. В каких-то ситуациях пластырь может помочь. Но в других случаях можете взять ваш дезодорант и нанести его на ту часть ноги, которая притирается. Также нанеси его на края обуви, если они тоже натирают. Отлично, друзья, вот это советы. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, что я пропустил и что можно добавить. Субтитры сделал DimaTorzok